Да, моей радости просто нет границ, а все потому, что я настроил гироскоп в своем DualShock 4. И теперь могу делать зельди вот так, не нажимая при этом стики. Это вау, это офигенно просто, это мега круто. Последний раз я так радовался, стреляя из лука лишь на свече. Но это видео не о том, как я радуюсь, а о том, как сделать так, чтобы радовались вы. Но для этого у вас должен быть DualShock 4 контроллер. Это лучший контроллер в мире, советую. В общем, сейчас я научу вас настраивать гироскоп в Сэмью. А за создание этого видео благодарите вот этого человека Андрея Айэмен. В его профиле на Канобу есть куча годноты. Подписывайтесь и просвещайтесь. Ссылка в описании. Для начала вам понадобится скачать три архива. Напомню, что все ссылки в описании. Первый из них DS4 Windows. Далее вам необходимо скачать на него патч. На следующей ссылке нужно качать релиз, а не исходный код. Так что ссылки с надписью Source Code нам не подходят. А вот и нужная ссылка. Обратите внимание, в ее названии есть версия патча. Ну и последнее, что нужно скачать, это тестер гироскопа. С его помощью мы увидим, получилось ли все сделать правильно. Ну что ж, вы все скачали? Хорошо. Теперь создайте для этого всего папку, в которую мы будем производить распаковку. Абсолютно не важно, где эта папка будет находиться и как она будет называться. После этого распакуйте в эту папку все три архива. Под тест распаковывать туда не обязательно, я просто делаю это, потому что мне так хочется. И еще момент. Патч следует распаковывать последним, так как он производит замену файлов. Если вы распакуете патч раньше и потом будете жаловаться, почему у вас все не работает, я буду презрительно игнорить ваши сообщения. Как только все распаковано, удаляем архивы из загрузок. И прежде чем запустить DS4 Windows Exe, подключаем контроллер к компу. Для сопряжения с Bluetooth во время включения удерживайте кнопку Share. На YouTube есть куча видео про это. Итак, запускаем DS4 Windows Exe и видим вот такую красоту. Если вы все сделали правильно, то слева в поле ID будет мак-адрес вашего геймпада. Сворачиваем программу в трей и запускаем тест гироскопа. Для этого дважды кликаем на Pad Test Exe. В интерфейсе программы нажмите кнопку Start. Далее дважды кликните на адрес справа. И если вы все сделали правильно, то при вращении геймпада изображение будет повторять его движение. Ну вот как-то так. Если у вас все получилось, вы победитель по жизни, вы прекрасны. Ставьте лайк под этим видео и смотрите его дальше. Закрываем программу, так как больше она нам не нужна. Запустите SEMU и перейдите в параметр Options Gamepad Motion Source. Следует выбрать второй пункт и в нем указать параметр Buy Mac. Но на этом настройка не завершена. Дело в том, что наш геймпад сейчас определяется в системе, как устройство от Xbox. А значит в SEMU нужно переназначить клавиши управления. Если вы мой подписчик, вы неоднократно видели, как это делается. И мне не надо вам это объяснять. А если вы не мой подписчик, смотрите предыдущие видео. Отдельного внимания заслуживает только вот этот пункт. Все остальное, как всегда. Ну что ж, давайте сыграем в Зельду. И я неспроста выбрал этот данж, так как в нем есть гироскоп. Тут-то и начинается все веселье, в хорошем смысле этого слова. Гироскоп работает замечательно. И поскольку у меня есть опыт игры на Nintendo Switch, я могу смело заявить, что работает он так же, как на Switch. Так что если у вас есть DualShock 4, то вам не будет необходимости каждый раз переключаться на мышку в миссии с гироскопом. Ну и пожалуй на этом все. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Ставьте лайк, если не поставили. И пусть игры на вашем компе всегда летают, как на ракете. А с вами был Дико. Всем спасибо за просмотр. Пока!